МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, если обобщить, может быть, за исключением анимации, то все фильмы объединяют любовь к человеку. Какое-то желание понять, зачем человек живет, что с ним происходит, как он развивается, какие у него интересы и так далее. Последить вообще... Ну, жизнь, наверное, вот эта, жизнь человека, его какое-то становление моральное. Вот, видимо, так. Ну, фильмы разного характера, есть и комедии, есть и серьезные картины, но в основном, да, это человек, человек в главе-угла, всегда в центре внимания. В этом году программа как никогда сильная. Люди снимают какие-то, на мой взгляд, невероятные фильмы. Если раньше, может быть, была проблема в том, что не хватало какой-то технической подготовленности, да, тема интересная, но вот как бы недоснято, недоделано немножко там по-режиссерски, операторски, еще что-то, то в этом году просто потрясающе красивое кино. То есть оно и наполненное, и красивое. То есть это вот прям стопроцентно уже вот сформировавшееся такое вот кино с большой буквы. Вот документальное, которое почему-то зритель до сих пор не понимает, не принимает, и как-то у нас потерялась вот эта вот зрительская школа, что ли, почему-то люди боятся документального кино. А в этом году потрясающие работы, которые позволяют познакомиться с людьми через кино, которые живут в самых разных уголках России. Не только России, да, там у нас и Индия, и Аргентина. Какие-то невероятные истории людей, которые живут в разных уголках, и посмотреть на то, как они живут, познакомиться с ними. Потому что в реальной жизни ты никогда не увидишь, у тебя не будет такой возможности пообщаться с такими людьми. А здесь через кино, через кинематограф, через призму режиссера, да, его взгляда на эту историю сидишь и диву даешься. У нас есть режиссер Дмитрий Семибратов и фильм «Земля людей». Человек ездит в экспедиции, я не знаю, сколько он там проводит времени, он снял прекраснейший фильм, просто невероятной красоты, полнометражный, там около полутора часов, про людей, которые живут на Курильских островах. То есть нам доехать до Курильских островов и посмотреть, как там все обстоит, мне кажется, это за гранью фантастики. А здесь такая возможность, и это так красиво, боже мой. То есть, я не знаю, в этом году сильная программа, и учитывая, что все бесплатно, ходи и смотри, я бы просто жила бы там в кинотеатрах. Что, зрители Севастополя, не знаю, вроде бы ходят, да, интересуются.